МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Мы в прямом эфире. Это программа «Влияние» снова с пастором Павлом Распаднюком. Церковь Вифани. Приветствую, пастор Павел. Приветствую, пастор Юрий Рабкий. Спасибо за приглашение. Мы снова через несколько дней с тобой снова в эфире. Слава Господу. Мы введем это в добрую молитвенную традицию. Аллилуйя. Почему? Для первоапостольской церкви это даже не традиция была. Это была норма жизни, это был стиль их жизни, это был их порядок. Это то, чем они дышали. Это то, так сказать, чем... Молитва и слово. Молитва и слово, да. Молитва и слово, да. Говорят, у нас добрая традиция молиться. Традиция, когда мы говорим, принимаем слово традиция, мы имеем в виду что-нибудь такое вот. Да, но есть хорошая традиция. Есть хорошая традиция, да. Духовная. А есть духовные вещи, которых... Итак, я имею одно слово. Чем занято сердце Господа по сегодняшний момент, по сегодняшней вечи? Чем дышит небо сегодня? И он сказал им следующую притчу. Это Христос, когда к нему приходили мытари или грешники слушать его, Луки, 15 глава. Он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А нашед, возьмет ее на плеча свои с радостью. И пришедший домой созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую отцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, неужели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Вот это да. Вот это да. Чем занято сердце? Почему я, скажем, в предисловии и вначале выбрал эту мысль, пастор Павел? Я обратил внимание, не так давно беседая с рядом служителей, пастырей и евангелистами, мы были собраны в узком кругу, и мы пришли к заключению, что у нас на североамериканском континенте, за исключением тех случаев, когда выезжаем кто-то на постсоветское пространство, где-то чуть-чуть в Мексику, у нас на североамериканском континенте наши третьи эмиграции славянские церкви практически не заняты евангелизацией. Практически. Мы говорим, и служители кивали головой вместе со мной. Мы настолько заняты процессом, настолько церковным процессом, внутренними всякими этими делами, что в свою меру, в свою очередь должно иметь место. Но, 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 жизнь первоапостольской церкви и вот эта притча, о чем Иисус Христос сказал, она говорит чуть-чуть о другом. Там было что-то другое в уме, в сердце, в мышлении, в целях, в планах найти даже одну заблудшую, оставить 99 и искать заблудшую. И написано, я, я как-то размышлял над этим местом, пастор Павел, и думаю, слушай, 99 праведников на небесах, они сохранили верность Богу, они умерли в вере, они, 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 они не преклонили колени перед валом, они, многие из них уплотили цену своей собственной жизни для того, чтобы достичь потебытия и быть царствами. А Господь говорит, ангелы так радуются об одном грешнике, тающемся, ну, который плохую даже жизнь, может быть, прожил, но покаялся. Я думаю, Господи, ну, не слишком ли это, не слишком ли ты умоляешь как-то праведников и какую-то заблудшую, вот, которая только вчера пришла к Богу, а ангелы так радуются. И потом я получил вразумление, что настолько мы не совсем понимаем, что такое Божья любовь ко всем, что мы мыслим своими категориями. И мы думаем, я думаю, слушай, Господи, я же все-таки натрудился, я потрудился, я поработал, я много, так сказать, своей жизни сделал для тебя, а он? Господь говорит, ты просто не понимаешь, ты не понимаешь принцип моей любви, насколько она велика для всех, без исключения. Пастор, тебе слово. Это очень сильно, это действительно, что Божья любовь, она превосходит наше разумение. Она насколько велика, она насколько сильна, что это просто, ну, Бог есть любовь, не есть Бог вера, не есть Бог терпения, а вот Бог есть любовь. Так написано. Суть, видно, как доминирующее качество его личности, его естества, это сверхъестественная, божественная любовь, она нам непостижима, что он любит. Вот свое творение, ну, казалось бы, 6-7 миллиардов людей на земле, ну, такое большое количество людей, ну, в общем, любит. Нет, индивидуально, от зародыша в утробе матери, каждая душа, каждый человек, он насколько ценен для Бога, насколько Бог видит, что в этом творении не просто человек, а это бессмертный дух, это душа, это то, что начало имеет, конца не имеет, впереди вечность, или с Богом, или потерянный человек. И Бог, как отец творения всего, он, когда видит, что его творение, человек, которого он сотворил для себя, для общения с собой, чтобы любить человека, а человек любит Бога, и он потерянный, он как-то овца заблудился, оказался в этом обрыве, на расхищение волкам, грех, дьявол, смерть, держит во власти этого человека. И Бог, он нам, нам как-то, ну, мы говорим, да, мы думаем о людях, но на самом деле, если бы мы думали, то мы бы по-другому действовали. Но Бог, он настолько, насколько он хочет, он хочет спасти человека, как тот добрый пастырь, как тот отец о блудном сыне, тоже та притча есть. Он так помышляет, он так, он говорит, не хочу смерти грешника, Богу неприятно, чтобы люди погибали, чтобы люди в ад шли, это место для дьявола, для его ангелов. Говорит, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился в свое, вот это Божья любовь, Божье милосердие. Даже когда человек грешит, иногда мы думаем, что человек грех сделал, все, уже Бог его выкинул, даже верующий человек согрешил, не скоро совершается суд над делами человека, написано, не скоро. Это мы люди там приговоры выносим, часто судим так все, а написано, что благость Божья, благость, сострадание, доброта Божья ведет человека к покаянию. То есть терпеливо Бог ждет, Бог ожидает и один год, и второй, как та смоковница, ждет плода. Вот так Бог, он такой очень добрый, очень милосердный, очень человеколюбивый. Как бы нам, пастор Павел, как бы нам все-таки пересмотреть нашу жизненную, церковную, может быть, даже духовную парадигму и перевести ее в плоскость того, чем Бог занимается? Видишь, пастор, по-человечески, я думаю, это ты не получишь, это чувствование, эти сострадания грешникам, погибшим. Это, почему апостол Павел говорит, я стремлюсь, чтобы познать его, познать его, познать его чувствование Христовое. Это от Бога, это от Духа Святого приходит, вот эти чувствования Христовы, переживания Христовы. Сожаление. Божественная любовь, видеть, как Бог видит, никак по-человечески, это как ты не напрягай себя, как ты не старайся, как ты не делай что-то, оно не, оно, это от Бога, это когда мы с Богом, когда мы познаем его сердце, когда мы приближаемся с Богом, к Богу, соединяемся с Богом, и Он нам дает это, дает от себя, от своего Духа, и мы начинаем и грешников спасать, и в то же время написано, я поставил тебя стражем в Доме Божьем. Вот мы, мы есть стражи в наших семьях, в наших церквях, то есть смотреть за душами, за людьми, помогать людям, не быть безразличным, брату, что он там споткнулся, упал там, грех в семье, проблемы там, да, это Бог, там, да, он так, так он жил, так ему, как бы, ну, типа, так его и постигло это, да, нет, но с этими чувствованиями Христовыми, чтобы блюсти церковь у Господа, как пастух стадо, хранить, наблюдать, охранять, оберегать, вот эти чувствования, качество, качество Бога, к народу Его, к душам бессмертным, как чтобы у нас было, это очень... Написано, воззрев на них и скорбя об ожесточении сердец, скорбя, в другом месте написано, сжалился, то есть, вот этих, вот этих компонентов... Вот эти компоненты, они, они как-то притуплены, они притуплены, я скажу тебе откровенно, они притуплены, да, они притуплены и с годами, и с годами, вместо того, чтобы оно обострялось, оно еще больше. Я сегодня невольно стал свидетелем одной такой прискорбной для моих ушей истории и картины. Я там заехал со своим автомобилем, чтобы там механик посмотрел, и он позвонил, говорит, я буду через 10 минут, но его не было добрых 15-17 минут, Я стоял у этого шапа, а здесь эти шапы в Сакраменто, там наши соотечественники оккупировали практически 99% всех шапов. Целые блоки, да? Целые блоки, да. И рядом с шапом были несколько шапов с открытыми дверями, и там работали механики. И я услышал на русской речи, русской речи я услышал такой словооборот, неблаговидный на русском языке. То есть, и это длилось очень долго. И когда этих несколько человек там стояло, когда они отставили свою точку зрения, какой Путин, какой Трамп. И они перемешивали эти две фамилии нецензурными словами. Нецензурными словами. Я воскорбел, я думаю, значит, ну, Господи, дай мне, дай мне мудрости, как поступить. И я уже настроен был подойти этих 10-15 метров и вступить в разговор. Подъехал механик. Я говорю ему, ты христианин? Он говорит, христианин. Я говорю, слушай, я стал невольным свидетелем. Как давно ты в этом шапе? Ну, пять или семь лет. Я говорю, ну, твои соседи, это люди, вот, славяне, говорю, они воцерковлены или нет? Он улыбнулся. Это, говорит, здесь большая проблема. Когда, говорит, я прихожу к ним, захожу в офис или захожу в этот шап и пробую остановить их, чтобы они умерили свой пыл. Говорит, они умолкают, а на некоторое мгновение, когда я ухожу, начинается, я к чему? И моему сердцу настолько это скорбно стало. А где соль, которую мы, как христиане, должны осолять, которую мы должны использовать и влияние слова в наших устах, и благодать Духа Святого в нашей жизни, и то, кем мы есть. Вот наша христианская жизнь, она же должна, она должна менять окружающих настолько, что в моем присутствии он не имеет права. Он не имеет права. Ну, в Америке он все имеет право. Это страна демократная и свобода. Да, да. Но, но, духовное влияние мое, и если я сосед, и он сосед, и он знает, что я христианин, его жизнь должна меняться. Его жизнь должна меняться. И вот, и по причине того, что вот мы эти позиции, к сожалению, мы сдаем позиции. Да, мы наблюдаем за нашими братиками и сестричками в церкви. Да, мы наблюдаем, чтобы там кто-то не грешил, чтобы там вовремя на собрание приходил, не опаздывал десятину. Бдим, чтобы он ложил проходящую тарелку, или священный доллар. Не ходил, чтобы церковный крутился, чтобы люди были, чтобы деньги, здания, вот как бы. А вокруг, а вокруг, с нецензурным языком, как много наших людей, как много подчеренных людей. Боже, и вот от этого сердца, я более чем уверен, от этого сердца Господа, оно плачет. Конечно. Господь скорбит, Господь сильно скорбит. А как ты говоришь, если, может быть, причина в том, что если оно дано, значит оно дано. Если оно дано свыше, может быть, тогда нам не надо напрягаться и уговаривать, и ему запрещать. Может, здесь вопрос нашего духовного становления, нашей сущности духовной, что... Если нам, я думаю, если нам дано такое понятие, что человек уже переступил черту, и как пес, уже в блевотины туда, в свою, как свинья в грязи валяется, что он уже как бы перешел эту черту, то уже как бы Бог его оставил. Но если нам не дано, ну, все равно, ну, мы должны со своей стороны говорить вовремя, настой вовремя и не вовремя. Увешевать, а тем более, если они верующие, обличать, обличать, говорить, верить в то, что Бог хочет, чтобы они покаялись. Бог любит человека, Бог не хочет смерти грешника. И, ну, хотя, как с другой стороны, что люди знают, люди всю жизнь, может быть, верующие, знают Слово Божие, знают заповедь Божия, и все равно они удаляются дальше и дальше и доходят до степени. Ну, есть написано, что Бог предает человека как бы действию заблуждения за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Пошлет им Бог действие заблуждения. Вот человек не принял Божью любовь, Божью истину, попирает, Духа благодати оскорбляет, кровь завета не почитает за святыню, и таким путем он угошает благодать Божью, и он может прийти к тому состоянию, что уже все, что он переходит эту черту, и что уже Бог его оставляет, как бы попускает человеку идти вслед похоте его. Но не хочется так верить, хочется, ну, ну как? Почему около нас, десятилетиями около нас вращаются всевозможные приблуды, вот такие примазавшиеся к эмиграции, те, которые вот, ну, попали сюда, как будучи гонимы в кавычках, почему десятилетиями они около нас, и почему, почему мы так мало обращаем их к Господу? Есть, есть покаяние там и ся. Может быть, и с нами, и вот и в церкви, и в структуре, вот как Иисус был на земле, когда Он пришел, ну, как бы руководство того времени, лидеры народа, духовные вольжи, которых люди уважали, которых люди почитали, но Он видел, что они, написано, вы превратили Дом Божий в вертеп разбойника, то есть, то есть, само состояние, как пророки обличали, все они, Он говорит, от малого до большого, от царя, от князей до священников, от богатого до бедного, все они делают зло, и все они удалились от меня. Вот, может быть, такое состояние, что последствия, то, что мы видим уже, что так люди удаляются, на самом деле, как говорят, рыба портится с головы, да, может быть, вот это, оно все вместе это связано, что теряется Божий страх на уровне духовного руководства, удаляется руководство от Бога, вот эти чувствования Божьи, чувствования Христовы, забота о грешниках, забота о народе Божьем, быть стражем, пектись о стаде, оно все это уходит на второй план, а начинается то, что, как Павел говорит, по суду Божьей стадо для корости, для гнусной корости, для выгоды, для того, чтобы какую-то выгоду извлечь от народа Божьего, деньги и тому подобное, то это, это очень печальная картина, очень печальная картина, и мы знаем, что в последнее время оно это будет, отступление, будет это состояние Лавдикийской церкви, но не хотелось бы, не хотелось бы, чтобы нам быть в этом числе, что я верю, что все равно есть Божьи люди, есть святые люди, есть богобоярные пасты. Есть настоящие служители, и христиане, и люди простые, и знатные, и священники, и на разных уровнях есть люди, которые боятся Бога и служат Богу. Хотелось бы нам, чтобы быть в этом остатке, в этом количестве святого. Друзья, эта тема сегодня была нами поднята, и поднята нами есть для того, чтобы вот эта острота, то ради чего мы живем, чтобы она, вот этот смысл, чистый смысл, следствие нашего спасения, нашего избрания, нашего призвания, для чего? Конкретно для того, для того, чтобы мы работали на спасение, на спасение людей, на спасение людей. И я уверен, если бы мы более активнее, более решительнее, более мужественнее работали в том направлении, Господь бы обеспечивал и содействовал, и мало того, и наши бы семьи, наши бы семьи, они были бы и ухоженные, и благословенные. Я не говорю о том, когда есть крен, когда можно, есть такой вздвиг в крайнюю сторону, левизна, когда мы погнали за спасением других, а свои внебрежения остаются. Я говорю о здоровом теле Иисуса Христа, где и здоровой семье, и здоровом здравии, то есть и здравом мышлении евангелиста, или служителя, или проповедника, у которого все на своем месте, но сердце которого, оно занято тем, чем занято сердце нашего Господа. Это спасение людей. Это спасение людей. Вне этого, жизнь, она просто неинтересна. Она неинтересна. И когда написано, что если ангелы радуются об одном кающемся, ну, наверное, где-то мы должны около этих ангелов тоже ликовать и торжествовать. Вместо того же, я помню, я помню, как мы через сито пускали кающегося грешника, через сито, и мы там готовы были его, и что только не делать. Человек приходил к Богу, человек каялся в своих грехах, человек раскаивался в своей прошлой жизни. Мы выстраивали ему правило на правило, порядок на порядок. Мы устраивали, сколько лет он должен походить, посидеть у ворот, прежде чем мы пригласили. Да. Но вместе с тем, друзья, я не о том говорю, я говорю о том, что целенаправленно, колено преклонено и усиленно работать на спасение людей. Это может быть в нашем окружении. Я никогда не забуду, я никогда не забуду, мне уже года прошли, но я эту историю никогда не забуду. Как одна женщина, прямо здесь в Сакраменто, пожилая, она евангелизировала соседей. И она ходила из дома в дом, там, где жила она, где-то в Кудесак, и языка не знала. И она становилась на колени, показывала на себя, и показывала на Бога. И говорила, что я молюсь Богу, что я молюсь. Она складывала руки. То есть и окружающие люди узнали, что здесь живет какая-то необыкновенная русская женщина. Ей было около 90 лет. Я никогда, уже много лет прошло, я никогда не забуду этого примера. Это проповедь. Это сильная проповедь. Это потрясающая проповедь. И, друзья, награда этой женщины 90-летней весьма велика. Весьма велика. Мы думаем, Америка евангелизирована. Не евангелизирована Америка. Не евангелизирована. Я своим соседям как-то сказал о том, что я, по-моему, уже делился где-то в узком кругу с друзьями. Я своим соседям сказал, что я евангельский христианин. Да. Не просто христианин, я всегда добавляю слово evangelical. Evangelical. Потому что у них сразу лица вытягиваются. Они поняли, с кем они имеют дело. Они знают, что в этом доме нет сигарет, в этом доме нет пива, в этом доме не ругаются, в этом доме нет плохой музыки. Они прекрасно знают, что это... Что позади этого. Что за забором, кто живут. И люди по-другому начали реагировать. Потому что, а если бы так, ну, я христианин, то другое. А сосед говорит, слушай, заходите там, у нас там пиво вечерами будет и то другое. Да, да, да. Пока я не отрезал, что я евангельский христианин. И они поняли, с кем они имеют дело. Да. Таким образом, и моя жена даже дальше пошла. Она других соседей встретила, прям других, забор в забор. Говорит, вы христиане? Они так, им неловко стало. Они далекие от Бога, как небо далеко. Американцы. Да, да. А вы не ходите в церковь? Они, нет. А почему, говорит, вы не ходите в церковь? Прямо и конкретно. Я-то в душе думаю, это... А потом себя осудил. Думаю, правильно, что я этот... Да. Очень правильно. Почему вы не ходите в церковь? Пусть думают. Пусть думают. Ну да. Написано, даже другим страхом спасайте. Других страхов. Друзья, вот страхом я буду спасать некоторых из вас сегодня. Некоторых из вас. Здесь на одной стороне есть вечность с Богом, о котором мы настойчиво, настойчиво, упорно, мы так красноречиво стараемся, мы так громогласно, мы говорим через влияние, через импакт. Через этот телеканал уже 13 лет, слава Богу. Нон-стоп. Есть вечность с Богом, а есть вторая вечность вне Бога. Мы говорили неделю назад с тобой, это место в аду, которое приготовлено для дьявола, для сатаны и его поспешников, его сотоварищей. Но это участь не для вас, и не для ваших детей, и не для вашей семьи. Во имя Иисуса Христа. Поэтому вам лучше выбрать жизнь с Богом. Может быть, идя через трудности, может, идя через насмешки, может, идя через непринятие друзей или соседей, или кого бы то ни было. Но один мне говорит, я говорю, слушай, как ты выносишь это все? На смешке, вокруг, говорит, ну, чуть ли не в аду живу. В одном месте, там, где вокруг, наркота. Ну, в эфире прямом, ну, скажу, ладно. Там, где черноязычные живут, там одни наркотики, там, там, там в Чикаго, там что-то такое-то. Но он там живет. Говорит, живу, как в аду. Живу, говорит, как в аду. И ночью там стреляют, там стреляют. На улицах везде торгуют наркотик. Да. Как будто вторая отечественная. Но я, говорит, держу лицо, как кремень. Я, говорит, христианин. И я отсюда не уеду. Я думаю, смотри, тебе памятник мало поставить. Мы стараемся, знаешь, что делать? Убежать. Подальше. Мы подальше. Мы в Розвилл, там, где дорогие эти. Мы там, где полиция хорошая, соседи хорошие. А особое призвание, особое помазание на тех людей, на таких помазания, которые в Чикаго едут, там, где как вторая отечественная. В прошлом году в Чикаго 1200 смертей. 1200 человек убит на улице. 1200. Друг друга убивают. Друг друга убивают, да. Вот это как, это как военные действия. Каждый вечер, трое, четверо, пятеро, каждый вечер Чикаго убивают. Каждый вечер. Представьте себе. Представьте себе. Я более чем уверен, что Бог и о тех тоже замолчил. Вот через этих вот таких, которые, говорит, я как на броне, говорит, в броне нахожусь, но я не уеду оттуда. И думаю, награда твоя также весьма велика. Да. Друзья, а что вы думаете насчет этого? Знаете, что, мы откроем прямую линию. Телефон прямого эфира, это прямой эфир. 916-844-1011. 916 и реакод. 8-4-4-10-11. У ваших семьях, я более чем уверен, есть неверующие. Есть неверующие. В нашем родстве есть неверующие. В Санкт-Петербурге, прям мои двоюродные. Я пробовал, несколько раз был в Санкт-Питере, евангелизировал. Он даже и привел в церковь Шатрова Дмитрия. Да. И Ольга посещала их. Мы продолжаем молиться, но они настолько вот как-то, как-то, как-то вот православное вот это вот, понимание вот это православное, да, что там церковь поставить это. И мы тоже молимся о них. Мы молимся, я знаю, особенно мама и родители, конкретно, это ее племянницы, конкретно молимся. И я более чем уверен, что в ваших семьях есть такие же. Есть такие же. Живут где-то на постсоветском пространстве, где-то в Молдавии, в Белоруссии, в России, в Украине, в Казахстане где-нибудь. И еще в каких-то странах, в Англии, возможно. В ваших семьях есть такие. Я гарантирую вам словом живого Бога о том, что Бог и о них заботится. Бог и о них заботится. Написано, оставляет 99 и идет за твоим, и за твоею идет, за твоим родственником идет. Берет на плеча, возвращается, написано, с радостью на плечах. Не просто вот за ногу тащит за собой, берет на плечи, на плечи взваливает, находит эту заблудшую, падшую, где-то болявшуюся в болоте. Он извлекает, на плечи эту грязную берет и возвращается. В стадо. В стадо. И написано, ангелы об этом радуются. Во имя Иисуса Христа. Пастор, мы сейчас совершим молитву. Мы просто помолимся за тех людей. Есть ряд людей, вот сегодня вечером, которые предуставлены к вечной жизни. Они предуставлены к вечной жизни. Для некоторого круга людей еще надо несколько молитв, еще надо несколько постов, еще надо несколько слов, может быть. Еще надо посеянное семя, посеянное семя, то ли в беседе, то ли в молитве. То есть нужно еще, нужно посеять слово, посеять в беседе. Да, да. И это, и оно взрастет. Плод взрастет. Плод взрастет. И придут результаты. И появятся плоды во имя Иисуса Христа. Поэтому мы хотим помолиться за вас, друзья. Не отчаивайтесь и не ослабевайте. Если бы, если бы, если бы сегодня громогласно масса свидетелей, масса, многочисленные свидетельства, которые вот пережили это, и как результат, что Бог спас вас, спас ваших родственников, избавил от погибели ваших детей, возвратил из плена вашего мужа, или вашу жену, или ваших родителей, я уверен, что нам бы не хватило 365 дней в году слышать эти многочисленные свидетельства на разных континентах, в разных странах, в разных городах, в разных штатах, каким сверхъестественным образом Бог спас вас. И Бог не закончил свой бизнес. Его основной бизнес продолжать спасать. И так будет, пастор, до второго пришествия. Пока последний написанный язычник не войдет, тогда двери закроются. И это все. Пастор Юрий, пару слов на сердце приходит. Плес. Друзья, да, с одной стороны мы говорим, что Бог спасает. Христос за людей умирал, мы доверяем наших детей, наших родственников Богу, Он спасает. Но с другой стороны, чтобы нам не оказаться пассивными, ну, как бы, Бог спасает, да. Но Писание говорит, что мы соработники у Бога. Вот Бог спасает, но почему-то так это происходит, что через нас, если это наши близкие, если это соседи наши, Он через нас, через наши добрые дела, через нашу богобоязненную жизнь, через наши посты, через наши молитвы, через нас хороший пример, через то, что мы ходатайствуем, Бог говорит, ну, как бы, Он спасает, я искал у них человека, который стал бы за эту землю. Точно. В проломе. Бог ищет человека, который станет в проломе за детей, за мужа, за семью, за город, за страну. Бог хочет, чтобы мы стояли в проломе. Это духовная брань, это духовная битва, это наши посты, наши молитвы, наше подвязание, наш личный пример, наше, как-то, страхнуть себя безразличие. Ну, как бы, там, Бог когда-то спасет, если Он хочет. Нет, мы ищем Бога, мы стремимся познать Христа, Его чувствования, чтобы у нас были, Его сострадание, как Он смотрит на этого, на эту заблудшую овцу. Может быть, это сын, может быть, это дочь. Чтобы мы скорбели, чтобы мы переживали, чтобы у нас не было этого чувства безразличия. Вот безразличный человек, ему все равно, но чтобы у нас были чувствования Христовы. Если у нас будет это подвязание, будем стоять в проломе, Бог будет действовать. Рано или поздно Он извлечет из этой ямы, из этого болота, может быть, наркомана, может быть, алкоголика, может быть, блудника, потерянный человек. Но Его любовь, она настолько великая, что Он хочет, Он все делает для того, чтобы спасти душу человека, потому что это бессмертный дух, это творение Божие, которое погибает. Во власти дьявола, во власти греха дьявол держит. Но Бог, Он хочет разрушить эту власть, разрушить власть дьявола, обратить людей от тьмы к свету, просветить их светом Евангелия. Бог хочет это сделать. Но мы соработники, мы соучастники этого процесса. Пастор, давай мы встанем. Аллилуйя. Господи Иисус, у нас специальная молитва, Господь. И Ты Духом Твоим Святым побудил совершить эту молитву, Господь, это от Тебя. Господи, сегодня вечером мы в согласии стоять в проломе, Господь, за целый ряд людей в семьях, в домах, среди родства, которые стоят в молитвах за своих близких и родных. Боже, мы подвезаем. Господи Иисус, приди, пусть будет сверхъестественное вмешательство Твое. Господи, кто бы где ни находился, как бы далеко от Тебя не стоял, Господи, как бы не ушел от Тебя, каким бы блудным сыном не был, Господи, но силой Духа Твоего Святого и силой Твоего Слова коснись сегодня вечером, Господи. Кто-то находится в грязи сегодня, кто-то у свинного корыта находится, Господи, но Ты силен остановить, возвратить, Господь. Поторопись сегодня многих и многих. Ряд из тех, о которых мы молимся, они предуставлены к вечной жизни. Господи, пусть эта молитва, она будет соединена с молитвами сотен и тысяч сегодня вечером, которые молятся о своих, стоят за своих, плачут о своих, вопиют к Тебе, Господи о своих. Мы соединяемся, Господи, в этой молитве. Боже, коснись, коснись, Господи, коснись, Господи, потому что этим занят Твоё сердце, Твои мысли, Господи, Твоё небо работает сегодня на спасение погибших людей. Господи, ради этого Ты умер, ради этого Тебя распинали на кресте за грехи многих и многих и многих, Господь. Поэтому, Боже, мы стоим в проломе снова и снова, Господь, убери лень из нашей жизни, из наших служений, из наших церквей. Убери это, Господь. Убери, Господь, это обеспечение, Господи. Мы хотим, Боже, сожалеть и сострадать. Господи, мы хотим скорбеть о погибающих, Господь, поэтому прикоснись ко многих и многих, ко многих и многих, чтобы мы увидели, что в этом есть смысл, что это наша цель, это наше призвание, Господь. Стоять за тех, которые, Господи, предуставлены к вечной жизни. Боже, те, над которыми дьявол насмеялся, надругался, Господь. Но они, Господи, Твои. Боже, но они Твои. Они предуставлены, Господи, к небесному Иерусалиму. Боже, мы просим их вечная жизнь в Тебе и с Тобой, Господь. Поэтому благословляем именем Иисуса отцов и матерей, и детей, которые молятся, молятся, Господи, дай силы и укрепи, Господь, чтобы они терпениями наследовали обетование, Господь. Терпением наследовали обетование, Господь, что их дети возвращаться в отцовские дома. Их дети возвращаться в отцовские дома. Господи, их родственники будут спасены. Их родственники будут спасены во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава тебе, Господи. Друзья, мы специально выбрали эту тему, так я имел на сердце, о том, что вне этого, друзья, жизнь будет насколько скучной, если так, дом, работа, бизнес, магазин, ну и ночью переспал. Но это не наше призвание. Я верю, что это не наше призвание. Господь для нас приготовил нечто большее. У Господа для тебя и для меня далеко идущие планы. Аллилуйя. Господь последнего слова еще не сказал и над твоим родственникам, и над твоим соседам. И насколько вот это жгучее желание. Я, я, пастор, вот вначале ты сказал, я частично согласен с тобой, что Господь, вот если он даст, тогда есть успех. Но Господь смотрит на то, насколько я вот восприимчиваю. Да, есть жажда, есть стремление. Есть жажда, есть стремление. Мы желаем этого, мы ищем Бога. Псалом 5 говорит, тебя от ранней зары ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя. То есть люди искали Бога, люди приближались к Богу. И Бог, от Бога вот это приходит. Писание пророка говорит, воззови ко мне, Бог, и я услышу тебя, и я покажу тебе великое, и недоступное, чего ты не знаешь. Вот эти чувствования Божьи, чувствования духовные, это великое. Это не что-то маленькое, это великое, и по-человечески оно недоступно. Но Бог говорит, я тебе покажу, я открою твои глаза духовные, я дам тебе эти чувствования, ты будешь как я, ты будешь как от меня это все иметь. Поэтому это очень важно, чтобы нам встань спящий, в Писании, встань спящий, в воскресенье из мертвых. Это к верующим, это спячка, вот это безразличие, равнодушие, апатия, ну как-то все, Бога верю, да, но вот эти чувствования, вот это сопереживание, Божья любовь, это приходит, когда мы с Богом, когда мы с Ним, от Его благодати Бог дает нам. Но мы должны искать этого, мы должны приближаться к Богу всеми силами. Само собой оно не придет. Да, всем естеством нашим молиться Богу, искать Господа. Я недавно слышал, один человек рассказывал, он говорит, я как-то удалился от Бога, семья, дети, работа, бизнес, а потом начал, говорит, каждый день, минут 15, прихожу домой и просто в комнате сам, минут 15, говорит, на стул сяду или просто на пол лягу. Говорит, и успокаиваюсь. Вот написано, познайте, что я Бог, успокойтесь, да, вот в тишине, уповании крепость ваша. Говорит, я просто от всей суеты, от всех забот, я все свои мысли останавливал, и сижу или лежу и цитирую там 22-й псалон, Господь пастырь мой. И он говорит, вот эта атмосфера, вот эта, оно меня начало сближать с Богом, я начал подниматься духовно, начал вставать, начал молиться, Бог мне начал показывать состояние моей семьи, но он начал как-то тянуться к Богу, как он мог, читать Библию, и впоследствии Бог через него начал спасать детей, семью, да, то так и нам всем, но есть цена, которую мы начинаем искать Бога, искать Царство Божие, приближаться к Богу, приблизиться к Богу, написано, и приблизиться к вам, да, вот всей душой, всем сердцем, и Бог видит сердце наше, что мы не устами приближаемся, потому что есть, может быть, что мы устами говорим, Боже, я люблю тебя, и в собрание пришли, и правильные слова поем, и в псалмопе, и с песенника, и правильные проповеди слышим, но оно такое поверхностное восприятие, и Бог говорит, эти люди приближаются ко мне своими устами, чтут меня, такое поверхностное, а сердце их, оно не со мной, но чтобы нам в сердце мог взыскать Господа, приблизиться к Богу, и Бог даст нам проникнуться Его чувствами, Его переживаниями, вот это Его сердце, как доброго пастыря, как доброго отца, и мы тогда с большей ревностью начнем заботиться о нашей, о нашей, у меня дочь, пастырю, ей 18 лет, которая будет замуж выходить, но она такая молитвенница, я тебя прошлую неделю поздравлял уже, кстати, спасибо, мы вечером молимся, там, я подчисляю детей в молитве, Библию читаю, она мне говорит, папа, ну это мало так, давай мы вот завтра, мы вот вдвоем с тобой будем молиться, и не пять минут, а дольше будем молиться, за каждого, ты помолишься там за одного члена семьи, я за другого члена семьи, и мне понравилось, что не формально просто имена перечислить, а вот более вложить чувства, вложить сердце, вот проникнуться, вот этот сын мой, его имя сказать, как-то увидеть его нужное, увидеть его состояние, положение, и все это принести перед Богом, более глубоко, вот оно берет время, оно берет с нашей стороны что-то, но другого пути нет, пасторе, другого пути нет, все так, на ходу бегом, пять минут, на ходу там пару слов сказал, нужно найти время, чтобы уединиться, как мы видим, Иисус Христос, он рано утром вставал, уединялся в пустынные места, ученики спали, он рано утром в пустынные места и молился Богу, то для нас другого пути нет, так мы видим, первая церковь, они проводили время с Богом, то так же и нам надо приближаться к Богу, искать Бога, всеми силами побеждать плоть, и это не просто, пасторе, это не просто, потому что плоть сопротивляется, дьявол не хочет, чтобы мы вставали, дьявол хочет, чтобы мы спали духовно, чтобы мы были безразличными, чтобы у нас этих чувств не было, чтобы мы такими пустыми христианами были, поверхностными, устами только Бога, он не хочет этого, и когда мы начинаем прилагать старания, написано, прилагаю все старания, то есть, что-то с нашей, прилагаю все старания, старайтесь сделать ваше звание более-более твердым. И когда мы начинаем прилагать старания, и плоть сопротивляется, и дьявол сопротивляется, и как будто и то надо, и то надо. Я по себе смотрю, как отец, как муж, и дом, и в дом, и вокруг дома, и машины, и все надо, все как будто не успеваешь. Но вот духовное, Божье, поставить его на первое место, это не так просто. Но другого пути нет. Если мы хотим спасти себя и спасти, который вокруг нас, нужно себя начинать. Себя начинать, и Бог поможет нам расширить это влияние духовное, божественное на семью, на соседей. Недавно у меня сосед заболел, смотрю, трава такая заросла, не стрижется уже какое-то время. Догадываюсь, что с ним что-то происходит. У жены спросила, она говорит, в больнице операцию сделали. Я взял машинку свою, пострих траву ему спереди, сзади. Он с госпиталя вышел, чуть не плачет. Говорит, я не ожидал. А я ему до этого свидетельствовал о Боге, о военском пути. Вот так, друзья, оно все это мелочи как будто, да, но там сосед, там дочь, там сын, там на работе, там... И кого-то Господь призывает, может быть, на миссию, на евангелизацию. Я говорю, ну все начинается с таких простых вещей, с окружения. Как-то Господь положил мне на сердце и так, в разумлении я получил, находясь в слове, о том, что если мы хотим, чтобы наша жизнь была жизнь полноты, в Боге, полная плодом, полная результатов, полная успеха, в духовной жизни, в молитвенных победах, если мы хотим вот такую жизнь, мы должны обязательно возвратиться к истокам того, чем было занято сердце первопостольской церкви, чем занято сегодня сердце Бога. Некоторые служители, они выбрали следующий путь евангелизации. Это не просто вот говорить, а это делом делать. Делом, да. И словом, да, делом и словом. В Украине, в России, в Молдавии, в Белоруссии, прежде чем они проповедуют, они помнят бедных, делают социальные какие-то, да. Они кормят голодных, кормят нищих, они бездомных там обслуживают. Я вчера где-то видел эту программу, она так мне понравилась. Слава Господу. Она так понравилась, да. Слава Господу. И этот служитель, который это делает, он говорит, настолько оно влиятельно, говорит, это не просто вот мы поговорили, что Господь вас любит. Говорит, я одной говорю, Господь вас любит. Она говорит, сынок, я знаю. Говорит, я три дня уже хлеба немало. Три дня хлеба немало. И воды немало. Я, говорит, как пришел в ее дом, там, ну это просто тихий ужас был, как он рассказывал. Да. Это все перекошено. Знаешь, деревенские эти вот, Украина, все перекошено, говорит. Вот, все загнило, говорит. Гнилой пол, говорит. Она, старушка, уже глазами не видит, один глаз, то есть. И это, и говорит, я понял, что вот мы должны накормить, мы должны помочь, мы должны в холодильник принести. И вы одели меня, был болен и посетили меня. Что вы сделали одному из меньших? Сделали мне. Что вы сделали мне? И после этого, говорит, когда мы это сделали, говорит, где же вы раньше были, Диткина, мои дорогие, где же вы раньше были по Украине? Слава Богу. Мне это так вот вчера буквально, мне это так трогало. Я думаю, слушай, а я как раз об этом вот, как раз нахожусь вот там, что это как, какими бы методами мы не использовали, какие методы мы бы как служители не использовали для того, чтобы привести человека к Богу. Эти методы, они благословены. Это правильный метод. Они благословляются к Богу. Кто-то может даянием, кто-то может словом, кто-то, если не может ни тем, ни тем, кто-то сеет финансы. Кто-то спонсирует. Спонсирует, да. И все это в одну житницу. Все это в одни кладовые. В одни кладовые, которые наполняются, наполняются. Ежедневно Господь прилагал спасаемых в церкви. Ежедневно. И когда я начинаю думать об этом ежедневно, я начал каяться, я говорю, Господи, мы раз в год преподадим здесь водное крещение, крестим наших детей 17-летних. И громогласно говорит Господь, ежедневно прилагает спасаемых. А тогда там другое было. Там другая обстановка была. Хотя и это, слава Богу, то, что мы делаем. Но насколько вот сегодня вот этот поразительный, потрясающий пример, в который я стал невольным свидетелем. Уже мы и услышали вот эту вот нецензурную брань. А вокруг же, а вокруг же христиане. А вокруг эти шапы, которые вот пастыря. Рядом пастыря. Прямо рядом пастыря, которые служат в церквах. Я знаю их лично. Вот. И думаю, мы должны все-таки влиять. В моем присутствии, если я служитель, если я пастырь, и они знают, в моем присутствии не имеешь права открыть рот в нецензурной бране. Настаивать. Не имеешь права. Настаивать. Потому что я Божий человек. Я помазанник, и он должен знать, что я помазанник. Слава Господу. Жив Господь. Аллинули. Жив Господь. Поэтому, друзья, да благословит вас Господь. Вот ряд из вас, я более чем уверен, вы имеете те же самые переживания. То, о чем мы говорим с пастыром Павловичем. Вы все переживаете нам. Я более чем уверен, что вам это близко, то, о чем мы говорим. Этим мы должны занять. Этим должны быть заняты. Акцентировать внимание на то, чтобы проповедовать Евангелие, спасать людей, изыскивать все возможности. Вот. А возможностей очень много. Аллинули. У нас больше возможностей, но мы находим больше извинений, чем возможностей. Возможностей много. А особенно в этом, в этой Богом благословенной стране. Узнал на днях, что мой племянник где-то, куда-то они в Африку улетели, вчера буквально. Вчера. Это Игорь, это Александр Чернецкого. На евангелизацию в Африке улетел. Слава Богу. Сорок или пятьдесят человек улетел. Прямо в Сан-Франциско, по-моему. И я думаю, слава Богу за этих молодых людей. Жил Господь. Тоже жертвует времени. А как же? Работы оставляют. Работы все оставляют. Много денег на это тратят. Несомненно. Своих денег. Слава Богу, Господа. И улетают для... Я думаю, Господи, слава тебе, что за такими людьми в любом возрасте, даже в пожилом возрасте, мне нравится, знаешь, что Прокопенко, пастор Эммануил, я как-то с ним беседовал, ему уже за семьдесят, он в годах молодой, такой энергичный. Семьдесят только начало. И смотри, как он, он любит, любит, любит это, любит миссию, любит евангелизацию, проповедует. Смотря на возраст. И за такими людьми Бог ценит этих людей. Бог ценит, Бог вознаграждает всем, Бог всем вознаграждает. Может, 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 ты не имеешь шикарных лимузинов, но не ради этого жить. Не в этом смысл и ценность жизни. Аллилуйя. Но духовно ты богат. Если ты богат духовно, если я богат духовно, я богат всем. Если я нищий, бедный, знаешь, скудный духовно, и мой слабый дух, мой слабый дух, Я не говорю о смиренном духе, я говорю о другом. Я говорю о духе, который капитулирован, который связан, который закрепощен. Но если я богат духовно, я наполнен благодатью Духа Святого, написано, что Слово Божие довселяется в вас много. Если я наполнен этим словом, тогда я богат всем без исключения. Имеющий Господа имеет все. Не имеющий Господа не имеет ничего. Имея несколько щитов, имея несколько хороших машин в гаражах, имея несколько домов красивых, имея, может, свиминг-пулс несколько, имея, может быть, яхты какие-то, может быть, сверхбогатые. Но если Господа нет, ничего нет. Ничего нет. Новость недавно смотрел. Но он имел все. Он имел все в России. Супермиллиардер. Лишился овернайт всего. Он имел и яхту за 350 миллионов. Он имел и... Что-то так он имел. В Лондоне один дом, потом в Греции второй дом, потом в Италии третий дом. Не просто дома, а там поместья, там замки, дворцы имел. Овернайт лишился всего. Овернайт лишился всего. И читал я за него. В депрессии сидит. Его стараются спасти. А самоубийство мысли в голове родственники стараются. Слушай, слушай. Да у тебя, пастор, и яхт нет. У тебя и дворцов нет. У тебя и поместья нет. Правда? Не надо. У тебя, но твое жилище на небесах. Ты имеешь дом нерукотворенный вечный. И мысли о самоубийстве тебя никогда не возничают. Ты полон желания проповедовать Евангелие. Молиться за детей. Благословлять своих детей. Служить словом церкви. Аллилуйя. Да, друзья, не только о себе каждый заботится. Да, мы должны о себе заботиться. О своих семьях, о нуждах, о плоти, питаемые, гремиют. Но также заботиться о нуждах других. Видеть, что вокруг нас есть люди. Нуждающиеся, больные, разбитые, в проблемах, в упадках, в депрессии. Есть эти люди вокруг нас. И чтобы нам видеть и заботиться не только о себе, но помогать, спасать, молиться, посетить, пожертвовать чем-то. Это очень важно. Это есть то, что мы участвуем в деле Божьем. Участвуем, помогаем, молимся. И это все, это добрый плод. Он воспроизводит благодарность Богу. И вера людей укрепляется. Помощь приходит. Бог через нас. То, что мы людям делаем, это вы мне сделали. Он на нас рассчитывает. Если мы не сделаем, он не может это сделать без нас. Он хочет, чтобы мы участвовали в этом. Пастор, я попрошу тебе, мы снова совершим молитву. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя, прежде всего, что Ты спас нас. Что Ты открыл наши глаза. Что Ты избавил нас от власти смерти, от власти греха, от власти дьявола. Что Ты воскрес и нас воскресил. К новой жизни, к спасению. Что Ты просветил нас в этом Евангелии. Что Ты даешь нам Твои чувствования, Господь. Это все от Тебя проходит. Благодарим Богу. И мы сегодня говорим это народу, говорим это в эфир, возбуждаем этот чистый смысл, Господь, Евангелие. Твоего сердца, Твоей любви, Твоего милосердия, Твоего сострадания, Господь Божий. И мы сегодня себе напоминаем это, что наша жизнь на земле очень короткая. И чтобы мы не только о себе заботились, чтобы мы не собирали себе сокровища только на земле, но чтобы мы другим помогали, от других заботились, видели нужды наших соседей, наших детей, братьев и сестер, кто больной, кто в депрессии, кто нуждается в нашей помощи, возможно, материальной. Чтобы мы были соучастниками благовествования, поддерживали Дело Твое, потому что жизнь так скоро проходит, Господь Божий, но Ты воздаст каждому по делам Его. Тот, что мы сделали здесь на земле, Господь, и мы понимаем, что не обязательно что-то большое, но каждый труд для Тебя почетен, он большой или маленький, это все для славы Твоей, Боже, аллилуйя. Благослови Твой народ, Боже, помоги нам встать, помоги нам проснуться, воспрямить, Господь Божий, чтобы нам видеть погибающие, чтобы нам иметь это сострадание, Господь Божий, чтобы люди спасались, и чтобы нам быть соучастниками дела, чтобы нам быть соработниками на Ниве, Боже. Чтобы через нас Ты мог действовать, спасать, и молять, и творить Твои великие дела. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя, что это происходит, и это будет происходить, что есть люди, которые ревностные, есть те, которые подвиздаются, есть те, которые жертвуют, Господь Божий, поддерживают Дело Евангелизации, Дело Служения и Телевидения, Господь. Есть так много спонсоров, благодаря которым уже много лет, Господь Божий, уже, наверное, второй десяток лет этот канал существует, Господь, и Ты поддерживаешь. Иногда в безобилии, иногда в нужде, но дело движется, дело стоит. Я благодарю Тебя за верный Твоих, за верный народ, который понимает, подвизается и содействует Твоему делу. Аллилуйя. Да будет Твое имя благословенно, Господь наш. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Пастор, спасибо Тебе еще раз. Слава Господу. Да благословит Господь. Будьте благословенны. Спасибо, что Вы были с нами, оставайтесь с нами на импакте. И помните, Иисус Христос любит Вас, мы также любим Вас. Всего хорошего. Слава Господу. Слава Господу. Слава Господу.